В гостях у сказки. Региональный этап международного конкурса-фестиваля под таким названием прошел на базе городской детской школы искусств. На протяжении двух дней юные музыканты и художники боролись за звание лучших из лучших. Конкурс объединил 228 талантливых ребят с дышей поселка-искателей Наринмара. О юных дарованиях расскажет Ирина Нижалова. Глеб Колтаков занимается в городской детской школе искусств уже второй год. В свои восемь лет он умеет играть и на фортепиано, и на гитаре. Именно интерес к гитаре и привел Глеба в музыкальную школу. Я смотрел телевизор и видел там, где рок-н-ролл играет на электрогитарах. Но я еще не знал, как называется. Выбрал гитару. Поэтому я теперь играю на этой гитаре. На региональном этапе конкурса «В гостях у сказки» Глеб выступил с композицией «Колотаун Хабанера» и получил высшую награду – диплом гран-при в номинации «Дебют». Это общая победа и самого Глеба, и его наставницы Ольги Плениной. Еще одна награда в его копилке – диплом гран-при в номинации «Инструментальное творчество ансамбли». Еще одно юное дарование детской школы искусств, но уже поселка искателей, Анастасия Пенькова. В свои семь лет умеет играть на скрипке и на фортепиано. Я сейчас сыграла мазурку, и она мне нравится, потому что она такая красивая и звучит хорошо. Анастасия Пенькова стала обладательницей дипломов лауреата первой и третьей степеней в номинации «Дебют». К слову сказать, в региональном этапе международного конкурса фестиваля участвовали не только учащиеся музыкального отделения, но и художественного. Одна из них – Александра Овчинникова, воспитанница ДШИ города Наринмара. На конкурс Саша представила две свои работы. Одна из них – картина под названием «Январь. Встреча солнышка» – выполнена в технике графика. Я выбрала эту технику именно потому, что она мне больше понравилась. Эту работу я делала примерно месяц. Я изобразила девочку, которая протягивается и встречает солнце на севере. Вокруг неё изображена северная природа и животные – лисы, куропатки, мелкие грузины. Александра стала призёром в номинации «Изобразительное искусство графика». Всего в этом году в конкурсе участвовало 228 детей – воспитанники детской школы искусств города и посёлка искателей. Детки у нас очень талантливые. Если кто-то побывал на этом конкурсе, даже родители не смотрят на своих детей уже другими глазами. Дети раскрываются. Те, кто первый раз приняли участие, они прямо на сцену вроде выходят испуганные. Но когда сыграет, поняли, у них столько радости, и вот глаза сияют у них радостью. Это очень хорошо, что дети не только в простой школе участвуют, но и получают дополнительное образование. Всё-таки это развивает детей. По словам Нины Ульяновской, с каждым годом программа, которую дети исполняют, становится всё интересней, а мастерство ребят становится всё лучше.